Самарские новости спорта Соревнования посвящены памяти святителя Николая Японского и приурочены к 180-летию со дня его рождения. В 19 веке равноапостольный Николай Касаткин поехал служить в Японию для русской дипломатической миссии. Там он познакомился с дзюдо и включил его в курс обучения местных семинаристов. В Россию дзюдо привез его ученик Василий Ощепков в 1914 году. Благодаря им японское единоборство стало популярным видом спорта в нашей стране и в Самарской области в частности. На татаме за кубок митрополита выйдут бороться 150 дзюдоистов нашего региона. Это половина всех участников турнира. Я рада тому, что наша Самарская епархия и непосредственно митрополит Самарский и Сызранский Сергий такое внимание уделили вообще здоровью наших детей, спорту в целом. Здесь мы еще включаем духовное воспитание. И если такие турниры у нас будут проходить, я считаю, мы поднимемся на новый виток развития, на новый виток уровня воспитания нашего подрастающего поколения, которое у нас на сегодняшний день очень активно начинает заниматься спортом. Кубок митрополита мало чем будет отличаться от светских соревнований под дзюдо. Регламенты правила останутся те же, правда главный приз вручит сам митрополит Сергий. А священники на трибунах обещали болеть по-своему за молодых спортсменов. Мы молимся, чтобы все были здоровы, чтобы у всех все получилось с позитивным настроением отсюда. Даже те, кто проиграет, уехали. Все было просто хорошо. В церкви в данном случае выступать будет в этом ключе. Молиться и стараться духовно оберегать. Организаторы соревнований пообещали, что кубок митрополита под дзюдо станет традиционным. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.